Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году приняла участие глава города Елена Лапушкина. Бесплатно и для всех желающих 22 мая в Самаре начинаются занятия йогой. Активисты и отличники в учебе, победители Олимпиад. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев вручили сертификаты на 10 тысяч рублей и подарки детям, которые воспитываются в приемных семьях и в этом году оканчивают школу. А тем, кто их вырастил, благодарственные письма и цветы. Подробности в сюжете. Они хорошо учатся, принимают активное участие в общественной жизни школы, занимаются спортом и побеждают в Олимпиадах. Десять ребят, которые воспитываются в приемных семьях и в этом году заканчивают школу, пригласили в администрацию города. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев вручили им сертификаты на 10 тысяч рублей и подарки. А тем, кто их воспитал, благодарственные письма и цветы. Вы честно трудились в те школьные годы, вы участвовали в Олимпиадах, занимались спортом, занимались общественной работой и пришли с более чем достойными результатами вот к своему выпускному последнему звонку. И, конечно, мои слова благодарности, признательности и низкий поклон родным и близким вашим. Все-таки сегодняшний день это совместный труд, совместное достижение. Даниил Анянов занимался гимнастикой, баскетболом, а сейчас сосредоточил все силы на учебе. Готовится поступать в Самарский университет на факультет лингвистики. Говорит, мечтает стать переводчиком. Я предложил усилия для того, чтобы совершенствовать себя, получать новые знания. Каждый день работаю над этим и усердно стараюсь достигать успехов. Ну, радость меня переполняет, но также немножко волнительно, потому что все-таки в преддверии выпускных экзаменов все силы брошены на сдачу ЕГЭ. В Самаре в приемных семьях воспитываются 2004 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году 66 из них заканчивают 11 классы. Все они получат единовременную выплату. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В столице региона в девятый раз стартовал фестиваль Томсуэрфест. Он объединяет неравнодушных людей, которые реставрируют старые дома и восстанавливают историческую среду нашего города. Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии фестиваля, пообщалась с волонтерами и осмотрела объект, который в этом году планируют отреставрировать. Подробности расскажет Ксения Баканова. Надежда Потапская старательно вырезает деревянную птицу. Лобзик женщина плавно перемещает по листу фанеры с легким нажимом. Материал хрупкий, поэтому работать тяжело. С первого раза мало у кого получается. Однако для Надежды главное – не результат. Творческий процесс затягивает. Мне нравится делать что-то руками, мне нравится работать с инструментами, учиться работе с разными материалами. Поэтому, да, я всегда с радостью прихожу и что-то делаю на Томсуэрфесте. В Самаре открылся девятый Томсуэрфест. Фестиваль восстановления исторической среды придумали и впервые провели в нашем городе в 2015 году. Сейчас он проходит в 79 городах и в некоторых селах России. Встреча участников фестиваля прошла во дворе дома купца Кожевникова, который известен как «Дом с часами». Каждый старый дом, он индивидуальный, он уникален, он представляет собой какую-то очень, ну, свою, что ли, ценность. Да, вот «Дом с часами», например, это дом легендарный, он овеян, легенды. Еще эти легенды знала моя бабушка и мне в свое время рассказывала. Поэтому, если бы мы его лишились, это, мне кажется, было бы очень горько для города. В открытии девятого сезона приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. В 2020 году уникальный объект был спасен от сноса благодаря конструктивному диалогу общественников, историков, экспертов и администрации города. Теперь этот дом у нас находится в реестре вновь выявленных объектов культурного наследия. И теперь активисты на фестивале «Томсуэрфест» не просто красят дома, но работают уже с реставраторами. Я думаю, через определенный период времени этот дом будет одним из символов, визитной карточкой нашего города. Для всех желающих провели мини-экскурсию по дому. Внутри остались лепнины на потолках, две израстовые печи и деревянные часы. Они всегда показывают одно и то же время – 12.40, и не случайно. По легенде, это время смерти дочери купца, которая умерла от тифа. Однако в 2017 году краевед Игорь Махтев отредактировал эту легенду. У Кожевникова не было дочерей. У него было четверо сыновей, но у старшего сына Прохора была действительно дочь. Звали ее Александра. И 14 июля 1780 года она погибла. Погибла она от удара половой доски на стройке. В доме Кожевникова волонтеры в прошлом году уже начали наводить порядок. Убрали мусор, затянули ленты опасные места, сняли пленку с фасада. Теперь на очереди ремонт здания. Этот дом требует гораздо большего внимания, он в плохом состоянии. Здесь нет жильцов, здесь нужно работать с конструктивом, здесь нужно привлекать много профессионалов. И не все можно сделать чисто волонтерскими усилиями. Вот это как раз сложно, это вызов, это какой-то новый этап. Посмотрим, что из этого получится. Также во дворе уже появилась беседка-мастерская с верстаками для восстановления наличников, чайная зона и амфитеатр для лекториев. И это только начало, рассказывает волонтер Валерий Григанов. Он проводит экскурсии по Самаре, а в свободное от работы время помогает делать наш город лучше. Мне, как с точки зрения экскурсовода, хочется, чтобы было что-то красивое, на что люди могли бы приехать, из других городов посмотреть. Когда ты знаешь историю города, ты чувствуешь с ним связь, соответственно, ты бережнее относишься и к тому, что есть сегодня. Стать волонтером и внести свою лепту в преображение города может любой желающий. Для этого нужно написать в официальную группу фестиваля в соцсетях. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работают в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На вторую площадку запланирована доставка элементов тоннеля проходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города внутри коллектора разместили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также установили GPS-датчики. Кроме того, по информации регионального управления капитального строительства, в центре города на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время переустроят водовод диаметром 800 мм. После завершения данных работ переложат две газовые магистрали диаметрами 300 и 400 мм среднего и высокого давления. Они пересекают тоннели метрополитена, но вынос данных коммуникаций не предусмотрен в существующих локациях. Смонтируют новые трубы, защищенные футлярами. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно допираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотоков подземки муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав. Недавно еще шесть вагонов отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт в заводских условиях. Обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. Я проживаю в Самарском районе. Я прекрасно понимаю, что эта станция театральная просто необходима городу. Родилась в Самаре и всегда хотела, чтобы из центра быстренько добраться до безымянки. И меня всегда мучил вопрос, почему метро там, а не нашим, вот рядом в городе, в центре города. Поэтому я считаю, что это просто замечательная идея. Но для того, чтобы воплотить ее, конечно, нужно время немножечко понять, принять ситуацию и понимать, что через некоторое время у нас будет прекрасная возможность всем жителям очень быстро добраться до нашего исторического центра, погулять по необыкновенным улицам, посетить наши театры. Это очень здорово. Открытый к диалогу в Новокуйбышевском отделении «Энергосбыт плюс» прошел день клиента. Горожане, имеющие задолженность за тепло, смогли из первых уст узнать о способах решения своей проблемы. Без долгов и с чистой совестью традиционная акция «Внимание! Должник» компания «Энергосбыт плюс» на этот раз прошла в Новокуйбышевске. Ее цель – помочь клиентам урегулировать свою задолженность за тепло. У тех, кто оплачивает отопление и горячую воду, нерегулярно набегают пени. Погасить задолженность становится сложнее. Специалисты «Энергосбыт плюс» готовы к диалогу с каждым клиентом. Акции проходят регулярно. Благодаря ей, клиентам, компаниям, есть возможность обратиться напрямую к энергетику, чтобы уточнить по платежам и по выгодному урегулированию задолженности. Анжела Веденина за отопление и горячую воду платит аккуратно. Как приходит квиток, сразу платим. Если вдруг возникают какие-то вопросы, я прихожу в офис и все узнаю. Ульяна Рожнева говорит, оплату производит в личном кабинете. Раз в квартал, приходит в офис, чтобы сверить все показания. Конечно, обязательно. Долгов вообще не должно быть. Очень удобно все присылать в личный кабинет. Отправляю показания, получаю счет, оплачиваю. Энергетики напоминают, тепло нужно оплачивать своевременно и в полном объеме. Если же образовалась задолженность, специалисты компании подскажут оптимальные решения и предложат индивидуальный график платежей. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях этого дня. Самолет Самара-Анталья совершил экстренную посадку из-за пассажира, который почувствовал себя плохо. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент». 16 мая в 10.18 экипаж воздушного судна доложил о неважном состоянии здоровья одного из пассажиров. Капитан принял решение о посадке на незапланированный аэродром Сочи. Говорится в сообщении. В 10.35 самолет благополучно приземлился. Пассажир был отправлен в больницу. В Самаре сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине добраться до перинатального центра. Она попала в пробку на дороге и долгое время не могла из нее выбраться. Старший инспектор отделения ИАС, капитан полиции Юрий Галин, и заместитель командира 3-й роты 2-го батальона, капитан полиции Вадим Ефремов, пересадили беременную женщину в служебный автомобиль и отвезли в областной перинатальный центр. В считанные минуты женщину успешно доставили в больницу, где она вскоре родила. В Самаре водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. В 19.35 40-летний водитель, управляя легковым автомобилем напротив дома ТО-59, по Зубчининовскому шоссе наехал на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, рядом с регулируемым пешеходным переходом. На автомобиле скорой медицинской помощи 5-летнего малыша с травмой ноги доставили в лечебное учреждение, где его госпитализировали, рассказали в ведомстве. В отношении водителя собрали административный материал. Согласно сведениям ГИБДД, ранее мужчину 4 раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В Самаре начинаются бесплатные занятия йогой для всех желающих. Они стартуют в понедельник, 22 мая, и будут проходить на территории открытого кинотеатра на 4-й очереди набережной в районе Ладьи и на спуске по улице Ленинградской. В настоящее время представлено временное расписание занятий, которые будут корректироваться. Следить за графиком можно в официальной группе ВК «Самарская набережная». Занятия на площадке кинотеатра будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в 8.30, по вторникам и четвергам в 7.00. В районе улицы Ленинградской по средам в 8.30. Приглашаются все желающие. С собой нужно приносить воду и коврик. В среду, 17 мая, в Самаре некоторые автобусы и троллейбусы пустили в объезд. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Движения трамваев номер 13, 21, 24, 25 по улице Советской осуществляются по аварийной схеме питания контактной сети в связи с повреждением кабельной линии. Аварийная служба уже работает над тем, чтобы оперативно устранить возникшую проблему, говорится в сообщении. Кроме того, по альтернативным маршрутам пустили автобусы номер 21 и 34, а также троллейбусы номер 4, 4К, 7 и 15. В Самарской области пройдет три десятка соревнований по парусному спорту. Жители областного центра смогут увидеть 14. Организаторы обещают, что это будет красиво и зрелищно, а спортсмены продемонстрируют высокий уровень мастерства. В этом году паруса «Дружба» впервые получили статус международных соревнований, поэтому ожидаются участники из других регионов и стран. Подробности расскажем в сюжете. Поволжская регата, Кубок Высоцкого, первенство и чемпионаты по парусному спорту разного уровня. Три десятка соревнований запланировано в этом году в акватории Куйбышевского водохранилища. «Самара – родоначальник парусного спорта, наверное, вообще на Волге. Здесь парусный спорт был еще в дореволюционные времена, больше ста лет. И спортсмены здесь и гонялись, и имели очень хороший уровень и обучение, хорошая школа, и, соответственно, сильные спортсмены, которые завоевывали медали на союзных регатах, на соревнованиях и международного уровня». Основные достижения и перспективы развития парусного спорта обсудили в Самарском доме журналиста. Традиционно летом пройдет регата «Паруса дружбы», но в этом году соревнования впервые приобрели статус международных. «Сейчас ведем переговоры с нашими ближайшими соседями, белорусы, Казахстан, Армения и прочие страны, где есть парусный спорт, которые к нам периодически приезжают. Вот, например, сейчас наши спортсмены участвуют в Минске в соревнованиях и как раз зовут их к нам. Из регионов на эту регату уже заявили желание, самый дальний – это Калининград. Они говорят, с удовольствием к нам приедут, погоняться не были никогда на нашей акватории. Ну и наши ближайшие соседи тоже всегда к нам приезжают обязательно». «Любое парусное соревнование – это очень зрелищное, даже если это парусная гонка из 10-15 крейсерских ягод, то это тоже красиво. Большие паруса, большие спинакеры, все это идет. И мы в своей деятельности стараемся, чтобы большинство ну как-то показать, большинство соревнований проводить ввиду города, чтобы люди видели, что парусный спорт – это красиво, чтобы к нам приходили мальчики, девочки, большие спортсмены». В этом месяце ожидается майская регата, белый треугольник, кубок Сызранского Кремля, мемориал Гунишова, в июне усинская и павуужская регаты, далее кубок России в разных классах, в июле – первенство и чемпионат Самарской области, кубок Высоцкого, в августе – паруса Самары, кубок Кульбицкого, кубок Самарской области – первенство и чемпионат ПФО, международные паруса дружбы. В сентябре пройдет первенство России в самом массовом классе в мире «Оптимист», который соберет 240 участников. Также осенью пройдут чемпионат России и открытый кубок Содружества. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. В Самаре завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Гала-концерт прошел на площадке учебно-спортивного центра «Грация». Финал состоится в июне в Москве с подробностями Светлана Тимофеева. Коллектив детского объединения «Эстетическая гимнастика» стал одним из призеров регионального этапа всероссийских соревнований гимнастрада «Здоровые дети – здоровая Россия». По словам педагогов, номер под названием «Встанем» готовился экспромтом. До этого мы не репетировали, но у нас все получилось. В принципе, хорошо. Я довольна результатом. Конечно, немножко была задумка такая. Хотелось нам, конечно, немножко приглушить свет, чтобы было видно именно перестроение фигурки вот эти. И хотелось немножко дыма. Но, к сожалению, у нас с этим сложности, потому что это датчики против пожарных. В региональном этапе соревнований приняли участие более 300 детей и подростков из разных танцевальных и гимнастических коллективов области. На галоконцерте смогли выступить даже те, кто не прошел отбор на всероссийский финал. Мне кажется, что вот такая возможность – это всегда для нас пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, их родителей здорового образа жизни. Но вот учитывая, что благодаря губернатору нашего региона у нас появляются все новые и новые спортивные объекты, расширяется инфраструктура, появляются доступные для населения спортивные комплексы, вот участие в таких мероприятиях и новой возможности решает задачи, которые ставят перед нами президент нашей страны. Коллективы выступали под патриотические музыкальные композиции. Затем состоялась церемония награждения. Победителям вручили медали, мягкие игрушки и сделали фотографии на память. Финал соревнований пройдет в Москве 18 июня. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События. На 101 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Нина Михайловна Гудкова. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Самары. В годы войны женщина была комсоргом дивизии, зенитчицей, дошла до Польши. Именно комсорги поднимали бойцов, среди которых было много комсомольцев, в атаку. Гудкова была решительной и принципиальной, пользовалась уважением у сослуживцев, говорится в сообщении. Нина Гудкова была награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, медалью за трудовую доблесть, а также медалью Жукова. Телеканал Самарагейс выражает соболезнования родным и близким Нины Михайловны. Теннисный корт для людей с ограниченными возможностями здоровья. В столице региона успешно реализуется федеральный проект для инвалидов-колясочников, детей и взрослых с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сейчас в секции занимаются десятки подростков. Первые соревнования пройдут осенью этого года. Тему продолжат наши корреспонденты. Папа, мама, я – спортивная семья. Именно по такому принципу проходят тренировки по теннису для подростков с ДЦП. Артем Аксенов, капитан слэдж-хоккейной команды, пришел в сексу тенниса год назад – улучшить физическую форму и научиться отбивать ракеткой мяч. Теперь он меньше устает на хоккейной площадке и чаще забивает шайбу в ворота. Если в слэдж-хоккее Артем уже не раз участвовал на соревнованиях даже всероссийского масштаба, то в теннисе о них только мечтает. Родители от адаптивной физкультуры в восторге. Ведь спортивные секции для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – это реабилитация не только физическая, но и эмоциональная. Дети становятся уверенными в себе и в своих силах, рассказывает Сергей, отец Анны Каковиной. В секции по адаптивному теннису в спорткомплексе у Загородного парка занимаются десятки подростков. Юные паралимпийцы надеются, что их спортивная семья станет больше и тренироваться будет намного интереснее. Мы можем общаться с друг другом, и так играем, помогаем друг другу и делимся мыслями новыми, то есть как играть. Мне понравилось, как тут дети играют, тренируются. Ну, сложновато, а потом привыкнешь. Адаптивный теннис или теннис на колясках появился в Самаре осенью прошлого года. Записаться в секцию могут все желающие от 6 до 35 лет, независимо от диагноза. Каждый попадет в один из пяти классов. А чтобы занятия были более продуктивными, спортсмены ведут индивидуальный дневник тренировок и за личные достижения получают призы. Раз в полгода ребята издают нормативы, и, соответственно, могут проследить свой прогресс. Наши ребята уже участвуют в первенстве России, в чемпионатах Московской области, занимают места, вот серьезно. Поэтому тех ребят, которые хотят в этом развиваться профессионально, мы тоже поддерживаем. Родина адаптивного тенниса в России – Москва и Московская область. Сейчас этим видом спорта занимаются более чем на 40 площадках в 36 городах 26 регионов по всей стране. Паралимпийцы 63 региона готовятся к соревнованиям. Первые местные турниры намечены на осень. Затем чемпионы поедут на всероссийский финал в Москву. Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Петр Паломеев. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Пара кликов и сквер в вашем районе благоустроят уже в следующем году. Напоминает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Если хотите, чтобы рядом с вашим домом появилось современное, комфортное, уютное и безопасное общественное пространство, голосуйте. Ведь именно от вашей активности зависит обновление парков, скверов, площадей и других территорий. До 31 мая на платформе 63.городсреда.ру проходит всероссийское голосование за новые объекты благоустройства. От Самары участвуют 20 пространств. Территории лидера голосования преобразятся уже в следующем году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Приложение Госуслуги Дом запустят по всей России, сообщает телеграм-канале Октябрьского района. Новая разработка позволит россиянам управлять коммунальными услугами и проводить общее собрание собственников. Минимальная цель на конец 2023 года – 1 миллион пользователей, пока приложение тестируется в пяти регионах. Оно станет подручным инструментом, позволяющим передавать показания счетчиков, отслеживать их статистику, оплачивать коммунальные услуги, видеть свои счета за ЖКХ, подавать заявки в управляющую компанию, сообщил заместитель Минцифры России Дмитрий Огуряев. Бесплатные аренды технических средств реабилитации доступны каждому, напоминает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. В инвотехнике нуждаются не только люди с инвалидностью. Каждый может попасть в ситуацию, когда срочно нужны костыли, худунки, пандус или даже коляска. Все это и многие другие технические средства можно взять бесплатно в аренду в инклюзивном ресурсном центре по адресу Подшипниковая, 16. В телеграм-канале промышленного района поздравляют образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» школу номер 154 с победой во всероссийском соревновательном марафоне в формате гимнастрады. Примечательно, что почти весь блок гала-концерта марафона, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне, был представлен творческими коллективами этой школы. Впереди финал в Москве, на котором коллектив «Фантазия» будет защищать честь нашего региона на уровне России. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова